Что будет, если СССР не выйдет до Крыма до конца осени? Знову все перейдет в позиционность? Да, если мы не... Ну, смотрите, в любом случае с наступлением глубокой осени война сбавит обороты. В любом, потому что сезон дождей, степи раскиснут, а там грунты довольно вязкие. Вспомните, какая была распутница в эту осень, в эту весну. Что техника практически стояла и перемещение было крайне затруднено. Как для нас, так и для врага. Поэтому, да, будет ослабление. Но потом, если зима будет такая же, как в этом году, то, в принципе, зимнюю кампанию вполне можно проводить. Или готовиться к весенней кампании. Второе наступление. Но тут, смотрите, почему у меня есть такое оптимистическое настроение? Потому что нам достаточно, достаточно выйти на тот рубеж. Это уже крайний, самый такой, будем говорить, для нас невыгодный вариант. Если мы выходим на рубеж досягаемости нашей артиллерии до Азовского побережья. Вот это достаточно для того, чтобы считать первый этап контрнаступления успешным. Понимаете, что мы огневым контролем берем сухопутный коридор, перерезаем сухопутный коридор в Крым. Все. Дальше мы добиваем, соответственно, наши ракеты приблизятся. И даже при том комплектации, какая есть сегодня, мы достанем до Крымского моста. Добиваем до конца Крымский мост и делаем из Крыма анклав. Осенне-зимний период сезон штормов и весенний. Паромная переправа будет крайне затруднена. То есть морским путем снабжения Крыма будет крайне затруднено. И, соответственно, расход боеприпасов надо будет и людей, и техники надо будет пополнять. И группировка начнет потихонечку, российская группировка начнет потихонечку сдуваться. Которая будет окружена, допустим, отрезана, оперативно отрезана от снабжения с российской территории. Через Крым и через, допустим, сухопутный коридор по югу, по южному побережью Азовского, Украины. На Азовском море. Вот вам уже, в принципе, вариант, когда мы не дойдем до, допустим, перешейка, до конца осени. И этот вариант, я говорю, что он самый худший, но он реально досягаемый. А вот уже более лучшие варианты, тут вопрос стойкости обороны врага. Его наличие, точнее, не наличие, а его боевых потенциалов в плане ведения оборонительной операции. Так что тут уже дальше надо смотреть. Но минимум мы вполне можем достигнуть, даже при тех усилиях, при том обеспечении и наличии войск, которые есть на сегодняшний день. Вопрос. Субмарины РФ запускают ракеты в Черном море по Украине с определенных квадратов. Скажите, пожалуйста, могут ли наши морские беспилотники Магура-5 вычислить их маршруты и нашими подводными беспилотниками Моричка сделать засаду и уничтожить? Практически нет. Объясню почему. Потому что у нас нет противолодочных кораблей, у нас нет вертолетов морской разведки, которые могли бы вычислить маршруты подводных лодок. Они могут маневрировать сколько угодно. Это первый момент. Второй момент. Калибры пускаются с подводных лодок и могут пускаться из подводного положения через торпедные аппараты. Ракета вылетает с воды и выпускается из подлодки в корпусе торпеды практически, в контейнере с помощью торпедного аппарата. Так что вот такая вот ситуация. Найти надводным дроном подводную лодку? Нет. А вот, кстати, подводная лодка, у нее довольно хорошее оснащение и у него есть свой эхолот, есть радар, который определяет шумы забортные и она ведет постоянную разведку. Плюс, вы обратите внимание, я ни разу не видел, чтобы лодки выходили самостоятельно для пуска в ракет. Всегда лодки идут под прикрытием, они снизу прикрывают эскадру, а эскадра прикрывает ли группа кораблей, правильно так будет сказать, на эскадру она и в помине не тянет. А группа кораблей прикрывает сверху эти подводные лодки. Естественно, они ведут разведку и в том числе в воде. Поэтому подобраться крайне тяжело, особенно надводными дронами, все равно они создают, есть от них фоновые шумы, по которым их могут засекать. Есть радиолокационные станции, которые обнаруживают объекты на поверхности воды. Мы же, смотрите, обратите внимание, когда мы ловим в таких местах российские корабли и суда для нанесения ударов. То есть мы используем в основном фактор внезапности, когда они на входе в Новороссийскую бухту. Кто ожидал? Кто ожидал, что в Севастополь, в бухту Севастополя ворвутся наши дроны и наделают там много шума и шухера? Никто не ожидал, понимаете? А уже, видите, допустим, тот же Иван Сухов, который мы атаковали возле Босфора, разведывательный корабль Рашидской Федерации. Он из трех дронов, которые его атаковали, только один достигнул цели. То есть корабль их обнаружил и ввел с ними бой. В результате боя один точно мы видели был уничтожен, куда делся второй непонятно, третий врубил ему в корму на левом борту, в районе кормы. Вот вам и объяснение. То есть они же тоже смотрят во все глаза, тоже жить хотят. Вот такая вот обстановка на море. Привет из Луцка. Вопрос. Почему не просят патриоты по Ленд-Лизу? Может так быстрее будет? Говорят их около 1100 штук в Соединенных Штатах. Как бы десяток хотя бы нам. Ну, во-первых, процедура Ленд-Лиза не работает. Сейчас только первые опять появились разговоры. Кстати, месяц остался до окончания, ну чуть больше, полтора месяца до окончания действия закона о Ленд-Лизе. Он был принят на текущий год. 1 октября истекает текущий финансовый год в Соединенных Штатах. Будет он продлеваться или нет, мы не знаем. Это первый момент. Второй момент. Из 1100 штук, которые находятся на хранении, там очень и очень мало версии ПАК-3. То есть противоракетная версия. Тех современных, новых, которые есть у нас и которые нам нужны. Версия ПАК-2 нас никак не устраивает. У нас вместо версии ПАК-2, у нас есть и Ристе, и Носамс. Они намного лучше, чем версия ПАК-2 у Патриот. Нам нужна третья версия, последняя. А их, я знаю, что их крайне мало. Их раскупают очень быстро. И если есть на хранении, то там может быть у самих Соединенных Штатов несколько десятков. Ну и самое главное, это то, что Белый дом, в частности Джо Байден и его администрация, ну почему-то, они объясняют эту причину, чтобы не вгонять Украину в долги по Ленд-Лизу. Они не используют эту процедуру для поставок нам оружия. Доброго вечера. Привет из Литвы. Вопрос. Ка-52 вроде имеет катапульту пилота. Был ли такой случай ее использования, или это опять на бумаге есть, а толку никакого? Никакого. Дякую, слава Украине. Ну, скажу так, отвечу коротко, потому что на сегодняшний день, честно говоря, я не встречала информации о том, что пилоты вертолета воспользовались катапультой. Кстати, даже из тех видео, открытых материалов, которые публикованы сегодня в сети, скажу так, что подбитие вот этих вертолетов, уничтожение, точнее, или повреждение вертолетов Ка-52, характер повреждений такой, что не предполагает, что пилот воспользуется катапультой. Потому что либо там пилот получает какие-либо ранения или гибель, либо вертолет разлетается в щепки. Так что, я не знаю случаев, пользуются они катапультой или нет. Знаю только, читал, точнее, в расистских обзорах, военных обзорах, кстати, что очень сильно они ее критикуют, эту катапульту, и говорят, что это катапульта для самоубийцы. Воспользоваться ей практически невозможно. Даже в условиях там тренировок, если они проводят. Вот таковы отзывы, во всяком случае, со стороны расистских пилотов про катапульту Ка-52. А на фронте, ну, реально, не знаю таких случаев и не нашел такого материала, что кто-то видел, чтобы пилоты воспользовались катапультой на Ка-52. Так что, это так, для самоуспокоения, что катапульта она вроде как есть, но пользоваться ей вроде как и не надо, чтобы чего не вышло.